Вот и настал тот день, когда мне придётся снять мою двадцать пяточку. Пока, двадцать пять. Мне тебе будет долго не хватать. Пока. И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Я сегодня записываю новый нагибаторский ролик. Сейчас узнаете, в чём же он такой жёсткий нагибаторский. Выходит он, я не знаю когда, ребят, только записываем. В первый день, когда у нас забрали двадцать пяточки. Но они у нас остались. Забрали у нас чемпионов. Записал я ещё один там ролик, ребят, вы его уже, наверное, таки посмотрели. Ну, а что касаемо сейчаснего бага, то расскажем вкратце. Имеется такой у нас баг, что если у вас забирают любой резист, будь там, не знаю... Даже это не только связано с резистом, это связано с теми же скинами Легаси, ХТшками и тому прочего. Если у вас их забирают с гаража, то они у вас всё равно остаются до тех пор, пока вы их сами не снимете. Ну и такой вот баг у нас сейчас так же само произошёл с чемпионом. Можно таки сказать, что у нас сейчас имеется в гараже вечный чемпион. И до тех пор, пока у нас кто-то, например, не спалит то, что у нас остались двадцать пятки, либо ещё что-то произойдёт, тогда у нас их заберут. А по сути мы имеем сейчас вечный чемпиончик. Сегодня я поиграю с Тёмиком, поздоровайся. Да, всем подавидим. Вот так вот можно быстренько и просто посмотреть, реально удостовериться в том, что двадцать пятка реально есть. Где-то есть вообще на карте-то. Что-то я тебя не вижу. Где-то есть. Ага, вот видите. Вот видите нагибатора, которого уже осталась только кислота в гараже, но резист 25% от всего. Как же выглядит это всё дело в гараже? Сейчас зайдём давайте-ка в гаражик, посмотрим. И я вам всё это дело-таки тоже покажу. Как вы видите, вот реально кислоты... Ой, чемпиона нету. Осталась у меня кислота, остался ветеран. Кислоту тоже у нас, ребят, скоро-таки заберут. Ну вот, две краски у меня осталось. Здесь вот где-то между ними должен был быть чемпион. Открываем модули. Здесь у нас один спектр МБ. Один спектр МБ. И в чём вся суть? Например, я нажимаю модуль. И у меня нету кнопочки снять. То есть, у вас, если открыто три модуля, у вас есть здесь дополнительная кнопка снять. То у меня этой кнопки нет. То есть, ну, по сути, единственный способ, как я могу снять свою 25-ку, это вот щёлкнуть вот сюда и снять один резист. И тогда у меня эта 25-ка снимется, и я смогу только играть на 20%. Условно говоря... Подождите, чуть-чуть, подожди. Условно говоря, сейчас якобы в гараже у меня показывается, что у меня имеется 20-ка. Но на самом деле, по сути, там особо этого даже и не видно. Вернее, я бы сказал, даже вообще не видно. У меня здесь, в этих модулях, надеты резист 25% от всего. Очень круто, очень скрытно. Но всё это, ребят, я так думаю, ненадолго, ненавечно так точно. Но, по сути, если в теории никто не будет этим интересоваться, никто нас не сольёт, мы можем играть на этом модуле до тех пор, пока мы его сами не снимем. Вот такой вот баг у нас имеется в игре. И он реально рабочий, реально баг, который у нас уже продолжительное время имеется. И даже расскажу суть и предысторию ту, как мы вообще узнали про этот баг. У нас есть тоже один парнишек, который выиграл звезду красочку. Не будем, конечно, палить его, зачем нам это делать. Он выиграл краску звезду, и на ней он таки уже играет. У него должны были... Прошёл год, то есть у нас краска выдаётся на год, прошёл этот год. И у него, по сути, уже где-то полгода назад должны были забрать данную краску и модуль. Краску забрали, модуль остался до тех пор, пока его не снимут. Ну, пока он его не снимет, пока он его не поменяет, у него этот модуль останется. Вот так вот как-то мы узнали об этом вообще, в принципе, баги. И вообще было у меня очень много историй с теми же Legacy, хтшками, когда ютуберам выдавали Legacy, и до тех пор, пока они сами их не снимали, у них тоже их не забирали. Если же просто кто-то не зайдёт, например, на мой аккаунт из разработчиков игры, и сам просто его возьмёт и не снимет данный модуль, то у меня этот модуль будет оставаться навсегда. Да-да, Тёмик, что ты там хотел сказать, а то я тебя там перебил? Есть схема, как снять. Можно снять его? Ну, если у тебя нет двадцатки, то никак больше не снимешь резиста. То есть, по сути, если ты не имеешь резиста в 20%, ты хочешь сказать, сейчас снять модуль, типа, никак нельзя? Да. А у кого-то была такая уже фигня? Кто-то проверял это? Да, Avetis. Ну, так у Avetis уже есть двадцатка. А, ну, ну, я и так тогда не знаю, если двадцатку там запидают, а... Ладно. Ну, в принципе, всю суть вы данного бага поняли. Сыграем мы сегодня ещё одну такую вот прикольненькую матчмейкинговую каточку. Давно у нас не было таких всяких нагибаторских каток, при том, что у нас ещё звёздная неделя сейчас. Интересно, чем это всё дело закончится. Также, ребят, вы понимаете, что у нас имеется в гараже 20%, которые тоже скоро могут забрать. Но, по сути, если у меня останется до тех пор ещё 25-ка, конечно же, мне 20-ка это не пригодится, и могут у меня смело её забирать. Хотя, по сути, главное, вот для меня главное это было, то, что когда у меня заберут 25-ку, главное, чтобы она у меня была одета. Я сделал всё правильно, я её не снимал в эти дни, когда, ну, нам уже сообщили о том, что заберут скоро у нас чемпионы, условно, там, на этой неделе нам сказали. У нас их забрали, 25-ки остались. Ну, а как вы знаете, что я сейчас не играю ни в каких турнирах, то, по сути, менять эту 25-ку я не собираюсь. Как-то так, ребят, прикольно получилось. И я думаю, что за это стоит поставить лайкосик. За то, что вы узнали о новом баге, и это реально рабочий баг, который у нас сейчас имеется в игре. С одной стороны, это очень прикольно, то, что я могу сохранять свой резист, пока его сам не сниму, либо пока у меня его не заберёт кто-то, зайдя на мой аккаунт. Но, с другой стороны, это, конечно, печально, в том плане то, что это ещё один баг, и это ещё один факт и доказательство того, что в игре есть недоработки, что в игре есть определённые баги, и они появляются в последнее время всё больше и больше. Грустно, печально, но, с другой стороны, когда это происходит с тобой, это, конечно, прикольно. 5-0 мы уже ведём в катки, нифига себе быстро нагибаем матчмейкинговый бой. За 2 минуты уже почти выиграли боёчек, и я могу констатировать то, что это очень выгодно играть. Каточки именно в данном режиме, и вообще вы можете сами посмотреть, что это реально, потому что многие не верили, что можно заканчивать так быстро матчмейкинговые бои, то можете видеть, как мы за 2 минутки быстро нагибаторски закатали каточку, и за 2 минуты я заработал 2 звезды. Если бы с такой вероятностью, с такой бы частотой, мы бы зарабатывали звёзды, то есть, условно, каждый... Ой, блин, я забыл выйти. Давай ещё одну быстро катанём. Если бы с такой бы частотой мы бы зарабатывали звёзды, условно, 1 минута, 1 звезда, то можно было бы очень-таки быстро заработать данные звёзды. Но, увы и ах, не всегда бывает так жёстко нагибаторски, не всегда так везёт, поэтому как-то так. Хотел бы тебе, Тёмик, пару вопросиков задать. Вообще, что думаешь по данному багу, хорошо это или плохо, нравится тебе, что у нас в игре бывают такие баги, которые возникают, и вообще, что можешь сказать по этому поводу? Конечно. Пусть чемпион ещё останется на годик, я не против поиграть на чемпион. Не, ну понятное дело, что ты не против. Но вообще, если так логически подумать, это вообще правильно, что в игре есть такие вот ошибки, есть такие баги, которые приводят к тому, что у тебя появляется модуль вечный. Вот если бы, например, ты бы не имел такой резист, да, и, например, у твоего противника был бы такой резист, который должны были бы забрать, но он у него бы имелся. И тебе бы приходилось играть вот против таких нагибаторов. Что бы ты вообще бы тогда говорил в таком случае? Тебе бы нравилось это всё, или ты бы наоборот негативно бы к этому относился? Конечно нет. Если чувак в ЖК за подарок, ещё он играет полгода, на 20-е, конечно, это слишком имбово. Ну, с одной стороны, да, я согласен, что это имбово, но с другой стороны, это всё-таки констатация того, что у нас в игре есть определённые недоработки, и мы в этом, по сути, не виноваты. Это сами разработчики игры делают такие ошибки, что приводит к тому, что у нас может оставаться модуль, что мы можем всё равно иметь в бою преимущество, хотя, по сути, у нас его уже не должно быть. Поэтому как-то так. Также я хотел ещё один вопросик тебе задать вообще. Как прошёл этот год, условный год на краске чемпион? Понравился тебе ли он? Понравилось ли тебе вообще играть в данной краске, в данном резисте? Стоит ли бороться за него вообще? Что бы ты хотел бы посоветовать, например, другим игрокам, которые хотят выиграть чемпион, но у них это не получается сделать? Конечно, понравился этот год, потому что я первая краска была. Я ни разу её не снимал почти что. Только снимал, как выиграли кислоту. Один пал. Посоветовать что? Не знаю, это с чём. Стараться нагибать побольше, не? Или просто искать, искать того человека, который тебя позовёт в жёсткий нагибаторский клан, а? Или так. Ну, по сути, я ответил. Не знаю, как там Тёмика слышно, я там немножко его потише сделал. Надеюсь, что его слышно нормально. Отпишите по этому поводу в комментарии. Вообще, стоит ли записывать, например, вот такие ролики, там, что-то вроде интервью с игроками, которых вы даже знаете? Есть интересные какие-то у вас, может быть, вопросы к таким игрокам? Если у вас такие вопросы имеются, то обязательно тоже пишите их в комментарии. Я почитаю, если вся эта движуха тоже будет вам нравиться. Может быть, что-то такого рода тоже придумаем, запишем и будем практиковать. Ну, что-то нас закинуло на тишину, и против у нас такой неслабенький, я бы сказал, противничек. Пять минут уже осталось до конца боя, мы уже проигрываем один флажочек. Не знаю, что сейчас будем делать. Будем пытаться, конечно же, вытягивать данную катку, но получится или нет. Ну, я понял, я понял. Вот почему, почему, почему у данного игрока имеется чемпион, а? Объясните мне, пожалуйста. Ну, ладно, это была моя глупейшая ошибка, конечно же. Ну, и надо, конечно, выиграть данную катку, чтобы у нас было вообще всё чётко по красоте. Попробуем сейчас как-нибудь аппетитно заехать к ним на флажочек. Давайте заедем через центр. Где ты есть, Тёма? Ага, вижу, сейчас овер тебе раздам, наверное. Давай, 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 давай. Блин, блин, как же обидно. Как же обидно, прожимаю себе овердрайв, попытаюсь уйти в туннель. И получится или не получится, рельса попала, блин, зараза. Можно было бы сейчас уйти с флажком и нагибаторски сравнять счёт. Они увозят ещё один флажочек. А факт это у нас кто? Это Григолава, да? Да. Ага, понял, 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 понял. Чемпион Модок. Да, это тоже жёсткий нагибатор, который сейчас у нас тоже имеет резист 20% от всего. И он, скорее всего, не шарит, что у нас должны были забрать чемпиона. Ну, здорова, братишка, если смотришь ролик. Ну, никто же не знает, что у нас будет. Конечно, ребят, вы данный ролик увидите только тогда, когда у нас заберут уже 25-ки. Не знаю, насколько это быстро произойдёт. Вообще, по данному поводу есть у меня определённые ещё вопросы. Возможно, когда у нас заберут 25-ку, я запишу ещё один ролик. И расскажу ещё пару секретов определённых, которые, наверное, сейчас ещё не стоит рассказывать. Ну, короче, дождёмся, посмотрим вообще, чем эта вся история закончится. Для меня это серьёзно, очень-таки интересно. По сути, это, наверное, один из самых приятных багов, которые я встречал в игре. И при том, что, да, мы не то что даже планировали, мы ожидали, что всё это так произойдёт. Но были какие-то определённые тоже сомнения. И хорошо, что закончилось всё именно так. И будем смотреть, следить вообще, как у нас будет продвигаться с этим делом дальше. Но надо бы, конечно, каточку эту выиграть. Всё-таки за 3 минуты до конца, я думаю, что можно ещё хотя бы один флажочек быстренько поставить. А то заканчивать бой вот так вот неприкольно, я бы сказал. Было бы неплохо его потянуть. Давай, Тёмик, пошли, увезём флажочек. Я думаю, что сейчас это будет реально сделать. А то так вот просто неаппетитно заканчивать катку мне бы не хотелось бы. Команда просто... Офигенная. Офигенная команда. Конечно. Есть у меня тоже, ребят, один небольшой спойлер с Овети Смергеляном 2. Наверное, самый такой нагибаторский игрок, которого вы знаете. Ну, для меня это, наверное, нагибаторский самый игрок. Он человек-эксперимент, я бы сказал так. И он уже на своей, можно так сказать, шкуре проверил то, что если щёлкнуть именно вот сюда... Сейчас я покажу. Если щёлкнуть именно-таки сюда, у вас модуль данный снимется. Это единственный способ снять резист 25% от всего. Другим способом его снять нереально. И даже есть такая у нас информация, ну, можно сказать, теория. То, что если вы не имеете резист 20% от всего, то вы не можете снять 25-ку. Конечно, с одной стороны, это звучит как-то глупо. Но проверить мы это не можем. И поэтому как-то так. Одна минута до конца боя у нас остаётся. И надо бы, надо бы, не знаю, получится дёрнуть или не получится. Я без аптечки. У тебя овердрайва нет? Нет. Противник уже, я смотрю, дефит. И, скорее всего, у нас уже в этой каточке ничего не получится. Что, ребят, хотелось бы в конце ролика вам посоветовать. Изучайте баги игры. Бывают они очень-таки даже полезные. И если вы хорошо знаете свою игру, в которую вы играете, вы можете извлечь из неё тоже свои плюсы. Поэтому, если вы какой-то плюсик имеете, и знаете какой-то определённый баг рабочий, который может вам преподнести какой-то плюс, пользуйтесь этим, ребят. Пользуйтесь тем, что разработчики делают ошибки. Я бы хотел сказать именно как-то так. Но на этом мы будем сегодня заканчивать данный ролик. Спасибо, ребят, что посмотрели. Если вы ещё вдруг не поставили лайкосик, то обязательно поставьте. Подпишитесь на канал, если вдруг вы ещё не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Но у меня на этом всё. Спасибо, ребят, что посмотрели. Всем удачи и всем пока, друзья. Пока.